Когда вы думаете, что его негативизм связан с тем, что он вас не хочет видеть, а его негативизм связан с тем, что ему сейчас плохо, и он просто сейчас не знает, как по-другому выразить свою боль. Ведь есть люди, которые спокойно говорят о своих проблемах, спокойно заявляют о своих неблагополучиях, а есть люди, которые не могут, они не научились об этом говорить, им неизвестно, не научили, они привыкли, например, быть всегда стойкими, держаться, никогда ни с кем не делиться. И когда они сталкиваются с какой-то проблемой, у них нет навыка разговора, у них нет навыка просьбы. Почему я уточнял, что не всем легко просить. Есть кто-то, кто готов помогать, готов делать что-то, но просить сложно. Беседа как способ снизить стресс. О чем? О том, что когда мы разговариваем, даже если мы говорим о болезненных темах, это всегда дает возможность выпустить пар. Если вы даете возможность человеку говорить, вы даете ему возможность расслабиться. Если человек в тяжелой ситуации, не нужно каких-то ложных оптимизмов, потому что это немножко позже скажу об этом, почему оптимизм ложный может быть пагубным. Спасибо.